Шеба шалом община Отец Небесный, благословенно имя Твое. Мы молим Господь за спасение Израиля, чтобы Ты открыл глаза их, чтобы пелена, которая лежит на их глазах, она спала, чтобы они увидели того, которого пронзили, чтобы милость Твоя открылась для них, и народ наш познал, как Ты благ. Мы просим милости для мессианских общин в Израиль, в тех местах, где, может быть, их мало или небольшое количество, Господь, укрепляй их, усиливай их. Господь, чтобы они были Твоим голосом, и Евангелие проповедовалось в Святой Земле. Мы просим, укрепи их, мы прославим Тебя. Господь, дай мир Иерусалайму. Аминь. В первую очередь, хочу поприветствовать гостей из Киевско-мессианской общины, которые приехали буквально там на несколько дней к самому прекрасному морю. Ну, как мы поем? У Черного моря, да. Это прекрасное место, как Одесса. И добро пожаловать в Южную Пальмиру. Спасибо, что вы присоединились к нам, к нашему служению. Благодарное Богу за вас. И также еще маленькое объявление. Мы помним, что после собрания, которое у нас закончится здесь, у нас будет членское собрание. И мы просим тех, кто прошли членские классы, остаться буквально там на несколько минут, если у нас есть объявление. Итак, знаете, я как и пастори, и раввина общины, обещал много, уже несколько раз я проводил проповедь о молитве. И обещал, что я попробую раскрыть молитву Отче наш более детально и по таким шаговым, пошаговое такое понимание, что такое молитва. Нагорная проповедь, которая записана как проповедь Ишуа, в которой входят 111 стихов, включает в себя и Нагорную проповедь, которую, вернее, молитву Отче наш. Молитва Отче наш, она очень быстрая молитва. Но что в нем, в этой молитве заложено, для многих из нас становится, остается секретом и тайной. Но, несмотря на это, знаете, многие события происходили, и я не мог подготовить сериал этих проповедей. Вернее, они у меня готовы, но я не смог вам их разговаривать. У нас были гости, друзья, у нас было много ситуаций, и они были весьма приятные и очень интересные. Кому понравился наш друг Джон, пастор Джон, который был в прошлую субботу? Сама идея того, что в одной синагоге может быть два разных случая, которые различаются в трех днях. Например, как реагировать в одной семье на чудесное избавление одного из лидеров и трагедию смерти и обезглавливание тоже лидера. Как реагировать? Что говорить? Как быть опорой? Можно разные вопросы задавать. Может быть, Яков не был настолько святой, что Бог его не избавил чудесным образом. А может, у Якова были какие-то секретные тайны, тайны греховной жизни. Можно что угодно придумать и оправдать Петра, что у него, может, было больше веры, надежды, у него было больше упования, и он просто надеялся на Бога, и Бог сделал свою работу. Но вопрос даже не в этом. Вопрос, как реагировать в одном доме на две этих ситуации, на два разных случая, и которые разделяют три дня. Благословение, знаете, избавление и трагедия потери близких. Как семьи на это реагируют? Конечно же, это очень интересно, что Ишуа говорит, блаженны те, кто не соблазнится обо мне. И Бог мог избавить Якова тоже, но не избавил. И Петр мог бы погибнуть, но Бог его избавил. Почему так происходит в одном теле? Большая тайна, но блаженны те, которые не соблазняются, или тот не меняет свое мнение о том, кто есть Мессия. И вы знаете, я хочу сегодня говорить очень странную тему. Тему, которая касается многих из нас, которая касается верующих людей. За эти несколько месяцев, которые я готовлю проповеди, я общаюсь очень много с людьми, с разными общинами. Особенно у нас есть Ильичевская община, Хмельницкая община, Белгороднестровская община. У нас в Балтии есть маленькая группа, которая также, еврейская группа, которая достигает евреев там. И мы общаемся с пасторами города. И то, что происходит в последнее время среди Божьего народа, очень весьма, знаете, вот тревожит меня. И я вот решил делать проповедь, потому и она странно звучит. Развучит мессианский атеизм. Мессианский, или можно подробно говорить, христианский атеизм. Вы скажете, как это может, христианский атеизм, может быть, или такое. Вы знаете, мессианский, или еще как называют его христианское, означает то, что люди верят в Мессию Израиля. Они верят, что Иешуа из Назарета, или Иисус Христос, когда его так прямо на русском языке говорит, это тот истинный Мессия, который взял на себя грехи всего мира. И более того, эти люди, которые мессианские или христианские, они верят, что Иисус есть Бог. И вот, знаете, это как бы странно. Странно, когда вот я называю, что христианский атеизм. Вы можете спросить, ну в чем же подлог здесь? Что вы имеете в виду? Знаете, что я имею в виду, это когда люди, которые называются христианами, через время, смотришь на ихнюю жизнь, они и Бога не боятся, и людей не стыдятся. Называя себя христианами, они не знают ни Бога, ни пути Его. И, ну как бы так, носят крестик, или как еще, как бы это отразляется христианством. И для меня становится более-более явным понятие того, что не каждый человек, который, называясь, веря в Бога, он по-настоящему узнал Бога. Он по-настоящему познал Его милость и благость и любовь. Для меня вопрос из сегодняшнего современного христианства и веры вообще заключается не в том, во что ты веришь, потому что написано, что и бесы веруют и трепещут, да, но ничего не могут сделать с тем, что они просто трепещут. Они не познали этой любви Бога, они были отрекшиеся от присутствия с Богом, они знают, они верят в Него, и бесы веруют, но не трепещут. И вот, знаете, я могу немножко так одну историю рассказать из нашей жизни. Когда-то, это было 27 лет назад, я искренне, сумасшествуя верующий человек, знаете, любил Бога и люблю Бога, проповедуя Евангелие, поехал на одну из так называемых конференций пробуждения в маяке. В маяках наши друзья были, и я услышал там о девушке, которая смелая, тоже как, может быть, евангелист, проповедник, и я услышал имя Татьяна, да, вот Татьяна, вот это, Татьяна то, и я много услышал за некоторое малое время о Татьяне, что настолько, что мне было интересно, это незнакомка, незнакомка с таким характером, как, может быть, у меня. Когда люди говорили, говорит, вы друг другу подходите, два сапога пара, обои безумны, Христа ради, вас ничего не остановит, но нас ничего не связывало, вы понимаете, да? Я слышал о ней, я слышал, как они разговаривали, ее друзья, ее молодежка, откуда она родом. Потом она приехала к нам в гости вместе со своей молодежью, к нам на молодежное служение. Наш город нас разделяло тысячи километров, и там мы, как бы, я увидел, я узнал, как бы больше, кто такая Татьяна. Конечно, я увидел, мы познакомились, но это было, как бы, не было глубоких отношений. Другими словами, я слышал о Татьяне, теперь пришло время, когда я ее увидел. Я познакомился, мы там поздоровались, мы там, как бы, были в одном кругу. И, знаете, вот пришло время, где я сделал безумное предложение. Это предложение нужно было подождать ответа. Пришло время, когда на мои искренние чувства, отношения, где я решил связать свою жизнь с этим человеком, она ответила «да». И вот в этот момент, когда мы были под свадебным таким мероприятием, когда нас спрашивали о верности друг к другу, когда мы друг к другу сказали «да» навеки, произошло что-то еще одно состояние. Чувство, когда с этого момента я узнал Татьяну, не просто как имя Татьяны, она слухонно у меня было, это не то время было, когда я познакомился с ней, она была прекрасна, чудесным человеком, очень отживчивым. Я узнал Татьяну как уже свою жену, как любимую, и отношения наши стали намного глубже. Наши интимные отношения стали глубже. И чувства, которые развиваются до сегодняшнего времени. И чем старше я становлюсь, тем глубже отношения у меня с моей любимой женой. Это немножко другие отношения. И я таким образом говорю, что именно вот вера в Бога, вера в Бога недостаточно. Если мы думаем, что мы одной верой достигнем небес, мы глубоко ошибаемся. Вера в Бога включает в себя не просто в вере, что Он есть. Вера в Бога включает в себя еще момент узнать, знать Его. И еще больше вам скажу, знать еще мало, нужно еще и познать Его. Как я уже сказал, я слышал о Татьяне, да? Я познакомился с ней, я узнал о ее, но мои отношения, когда я сказал навеки, да, то что бы там ни происходило, что бы у нас, какие отношения бы у нас ни были. Я не идеальный муж, я не идеальный характер, но вы знаете, я узнаю о моей жене больше и глубже, и мои отношения, они, знаете, они растущие. В этом как бы есть суть веры в Бога. Не просто верить в Него, не просто знать Его, опознавать Его каждый раз, когда мы о Нем говорим. Атеизм – это отрицание Бога, вы скажете. Ведь атеизм – это те, кто отрицают полностью Бога и не хотят Его знать. Но я вам скажу больше. Когда я смотрю на энциклопедию или же смотрю в словари, атеизм еще означает другую форму, которая не просто отрицание Бога, а называется даже безбожье. Безбожье, да, вот слово безбожье. И слово – это намного глубже, чем мы понимаем. Этим словом мы подразумеваем, что мы можем жить, как мы хотим. То есть атеизм, их непонимание или же уверование в том, что Бога нету, безбожье, и я могу делать все, что желает моя плоть, потому что за все мои нарушения или нарушения, мои действия никогда не придет наказание, или же отчет не нужно будет давать, потому что Бога нет. И если подразумевать, что Бога нет, можно делать все, что угодно. Понимаете, да? И вот вопрос у меня, может ли быть мессианский атеизм, либо христианский атеизм? Вы встречали таких людей, которые верующие, да, но они живут, как будто они, знаете, вот, ответ перед Богом не будет. Нет никакого страха, вот такого состояния, что они не боятся Бога, не людей, что ответ не нужно будет держать ни перед кем, называя себя христианами. Знаете, вот многие из нас до того момента были такими. Я понимаю, что безбожье всегда ассоциируется с делами, с поступком, поведением. Для атеизма характерна убежденность, что никогда за свои поступки ты не дашь отчет. А теперь можно спросить простую вещь. Верующие люди, которые живут, как будто не будет суда, есть? Верующие люди, которые не боятся Бога, встречали таких? Знаете, и для того, чтобы понять, о чем я говорю, давайте мы рассмотрим несколько категорий людей. Первая категория людей, как я уже сказал, верующие. Верующие люди, но не познавшие Бога. Ишуа говорит о таких людях, обращаясь к Израилю, к народу, который по умолчанию должен знать Бога. Это были набожные люди. Они ходили в храм, они приносили жертвы, они следовали закону, который был установлен Моисеем, модернизирован в то время. Но все же было состояние, где само понимание еврей сразу ишло с пониманием храма и Торы, ее изучения. На самом деле, Ишуа обращается к людям, которые, знаете, вот, на самом деле, может быть, набожные, но упустили этот момент Бога. Многие люди, которые сегодня живут, в настоящее время, они знают Библию, они даже, может быть, прошли водное погружение, крещение, будем говорить, а кто как, кто-то православный, кто-то католик, кто-то, может быть, и протестантов. Они прошли водное погружение, они знают, вот, именно верят, что Бог есть, да, но на самом деле они упустили сущность Бога всего лишь на 36 сантиметров, расстояние между головой и сердцем. Зная Бога головой, то есть в разуме понимая о Боге, упускает сущность, которую Бог хочет изменить, наше сердце. Я уже говорил давно, инфаркт – это тогда, когда сердце, которое у тебя есть во плоти, становится каменным в частях, и ты умираешь от того, что твое сердце не способно сжиматься и делать свою работу. Многие люди сегодня, верующие, давно уже верующие, забыли о том, что Бог живет в нашем сердце, не разуме. Разум, мы можем только знать о Боге, какую-то часть, или верить, но сердце, которое трепещет перед Богом, это то, что раскрывает сущность Бога. Ишуа, обращаясь к народу в 7 главе 21 по 23 стих, говорит слова, которые многие из нас слышат, многие из нас знают. И там он говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Да, вот мы говорим четко, не всякий христианин или мессианский еврей войдет в Царство Небесное. Он говорит, рэба, вы что, вы так сразу нас выпускаете? Но в сущности Иисус, Ишуа говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не от Твоего ли имени бесов сгоняли, не от Твоего имени многие чудеса творили, когда объявлю им, никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие. Странные вопросы, понимаете, да? Ишуа обращается к тем, кто знали, что Он Бог, знали, что Он Господь, да? И при всем этом говорит, послушайте, в то время, придет такое время, когда именно ваша вера должна выйти в другой, может быть, плоскость, другую плоскость жизни, где не просто головное понимание, разум, когда нам говорит, что Христос был, что Он умер, что Он Агнец Божий, что надо крещение, нужно ходить в церковь, нужно подавать десятины, поддерживать работу благотворительную, но не только эта часть, которая автоматом идет в нашем разуме, что нужно делать, но и то, что необходимо изменить, наши внутренние отношения. Может, знаете, человек будет говорить такие слова, может быть, ты знал меня, то есть, ты знал, кто я. Не бессмысленно. Кто умер на кресте? Христос. Сегодня людей спросишь, да, какой из пророков еще умирал на кресте? Да, никто, кроме Христа, кроме Иисуса из Назарета. Иисус говорит, что ты знал, кто я. Может, ты приходил в храм, синагогу или церковь, может, ты давал деньги на добрые дела, но ты не знаешь меня. Ты не знаешь меня. Знаете, это очень сложно говорить об этом, но Ишуа скажет, мы не знаем друг друга. Мы не знаем друг друга. Это на самом деле описание многих из нас. Многих из нас сегодня. И мне это тревожно. Если мы пытаемся уйти в старую жизнь, если нас манит этот мир, привлекает нас своими какими-то прелестями, и мы на каком-то этапе думаем о том, чтобы, может быть, как-то расслабиться. Может быть, кто-то еще не напрягался совсем. Но если вы думаете об этом, то эта позиция может быть услышана нами. Я никогда не знал. Мы никогда не были друзьями. Вторая категория людей – это те, которые верят в Бога, знают Его дела, но не познали Его и не желают познавать Его благость и милость. Потому что очень часто у нас есть всегда извинения на то, чтобы познавать Бога. Помните, я говорил, я слышал о Татьяне. Нас познакомили, мы познакомились. И пришло время, когда я познал. Я узнал, кто такая Татьяна. И наши отношения, они тянутся. Идеальны ли они? Нет. Но внутри глубоко я посвящен нашим отношениям. И что бы ни происходило, я знаю, что мне нужно меняться, мне нужно достигать, мне нужно делать то, чтобы наши отношения были намного глубже в уровне. Как еще можно объяснить такую вещь? Я очень просто. Я попробую. В 1996 году Татьяна была переводчиком для Федерального резерва США. Она работала с правительством США и Российской Федерации. И была там команда из фермеров и из банкиров. Она была переводчиком и была всего лишь теми устами для того, чтобы общаться с этими людьми. И в один момент, в один день они были на встрече с губернатором штата. В то время это был Джордж Даби Буш. И все говорили, Татьяна, Татьяна, делай фотографии. Там фотографируются эти фермеры, банкиры российские. Потому что говорили, он следующий будет президентом. Он будет следующим президентом. И, конечно, наша, знаете, как всегда, советская скромная совесть не позволяла себе такой роскоши. Ничего страшного. Это не для меня. Христос наш самый главный президент. И все остальное. Знаете, и буквально она приехала домой, она об этом говорила. То, что она видела губернатора штата. Общались и все остальное. Потом, через буквально некоторое время, Джордж Даби Буш стал президентом. Мы очень часто вспоминали об этом. Вот, была бы сейчас фотография. Фотография была бы сейчас с президентом. Все бы заходили к нам домой. Говорили, у вас фотография с президентом была бы. И, знаете, через некоторое время Бог позволил нам встречу с бывшим президентом. Уже два года назад мы встретились с ним на одном из предприятий. Пожали руки. И произошла эта встреча. Он очень нас, знаете, с улыбкой поприветствовал. И Татьяна говорит, там, 18 лет назад была такая история. И он говорит, точно. Там была одна девушка, которая переводила этих русских. И говорит, этот в латы. Он сразу вспомнил об этом, знаете. Мой вопрос, стали ли мы друзьями после этого? Понимаете, да? Стали ли мы друзьями? Стали ли мы теми, кто могли бы прийти друг к другу в гости и расслабиться, и знать другую внутренние дела с семьей? Мы не стали друзьями. Другими словами, я хочу вам эту картину показать, потому что многие верующие, мы верим, мы верили, что Джордж Даби Буш, да, он президент, он самый главный. Мы верили. Мы, может быть, не видели его президента тогда, но мы понимали, что такой человек есть, что он реальная личность, да? И вот пришло время, когда-то реальная личность познакомилась с нами. Мы узнали о нем лично. Пожали руку. Он поулыбал. Пофотографировались. Там, знаете, так вот туда-сюда. И потом вопрос такой, узнали ли мы его? Познали ли мы его? Стал ли он познавать нас? Эти отношения. Есть такие верующие, которые слышат о Боге, верят, что он есть. Реально. Это есть он. Да, приходит время, где они узнают о Боге, они познают, что Бог благ, Бог протягивает к ним руку, они знакомятся, да, происходят чудеса, знамения, вещи происходят такие, что меняют их жизнь, а потом происходит другая часть. Я не могу дальше идти. У нас нет каких-то отношений. И вот знаете, вот это больше всего пугает. Больше всего пугает. Галатам 4, 8 и 9 говорит, ну когда, не зная Бога, вы служили Богам, которые в сущности не Боги. Когда мы были неверующими, это понятно, что мы служили всему, что возможно было. Вот, да, вот. И мы понимаем, что мы, когда мы были неверующими, мы служили своей плоти. Хотели делать то, что мы хотели. Или же там, то, что нам предоставляла наши друзья. Ныне же, вот слышите внимательно, ныне же, познав Бога, и Павел делает такую ремарку, Рав Шаул делает ремарку, прямо на том месте, представляете, он пишет, пишет письмо, говорит, познав Бога, и потом думает, угу, запятая. Или лучше, лучше сказать, получи познание от Бога. Он застанавливает себя, понимая, что есть разница между верой, знать Бога, и познать Бога. То есть, зная его личных отношениях. Он делает помарку, потому что люди, они не постоянные. Следующие. Для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? Хотите еще снова поработить себя им? Вот здесь ситуация. То, которое меня больше всего последнее время меня не пугает, настораживает, предупреждает о том, что сегодня тенденция людей войти в этот, знаете, вот в эту линию или полосу жизни, где вот вера в Бога, в вере в Него, узнали о Нем, когда-то что-то пережили, проходим, может быть, какую-то жизненную пустыню, перестаем иметь отношения. И он говорит, лучше сказать, познание от Бога, от Бога, некоторое познание, что вы делаете? И я вас сегодня хочу спросить, друзей, гостей сегодня, те, кто смотрит по интернету, что вы думаете? О чем вы думаете? О чем мы думаем, когда мы выходим на улицу, когда нас встречает всевозможные искушения, предложения этого мира? Что мы думаем, когда у нас приходит мысль? а Бог далеко, никто не увидит, кому-то вообще надо, расслаблюсь, расслаблюсь, пошучу, пофлиртую. с этим миром нельзя ни фильтровать, ни шутить. Надо фильтровать все. когда мы пытаемся возвратиться к рабству, либо рядышком пройти возле этого рабства, сказать, это еще мертвый пес, что нам нас тянет туда. Я обращаюсь сегодня не только к нашей общине. Я знаю, что будут люди смотреть по интернету, у нас просмотреров 400 с лишним человек уже просматривают нас. Я обращаюсь сегодня к тем, кто сегодня нас смотрит, пересматривает, постует и так далее. Обращаюсь к нам, к христианам, к евреям, что происходит с вами. Что должно произойти с нами, чтобы наша жизнь радикально изменилась настолько, чтобы не тот мир, который там за порогом этого дома влиял на нас, а чтобы мы влияли на него в добрый смысле слова. Привычкам, которые мы возвращаемся, к рабству, которым мы возвращаемся потихоньку. Меня пугают эти люди, которые называют себя верующими. Я верю Христа, я верю, я верю. Пошел и там матом как загнул на другого человека, унизил, ниже плитца поставил, закурил, плюнул сверху на него, еще кинул на деньги. Я понимаю, что это не вы. Я понимаю, что это не те, которые смотрят нас по телевизору или по интернету. Это же не вы, это не мы. Но есть та тенденция, которая нас влечет опять стать этими псами этого мира, возвращаясь свиньями, которые возвращаются на свою блевотину. Псы, да, выволятся в грязи, как свиньи, вернутся на блевотину свою. Я понимаю, что там искушения такие, то, что вера не может дать. Вы понимаете, что вера в Бога не дает денег? Вера в Бога дает спасение. Денег не дает. Вера в Бога даже не дает жену, мужа из обещания, которые в Боге есть. Но сам вера в Бога ничего не дает, кроме одной вещи спасения, чтобы быть с Ним. когда мы ошибаемся, знаете, очень сложно вернуться обратно. Третья категория людей, это та категория, которой каждый из нас хотим присоединиться. Мы знаем Его, то есть мы верим в Него, мы искренне служим Ему, мы познаем Его, святость, Его милость, переходим от славы в славу, от силы в силу. Вот таким людям мы хотим примкнуть. Таким мы хотим оставаться. Кто из вас такими людьми не хочет быть? Мы хотим. Вы знаете, и вот это положение, куда мы стремимся, оно заставляет нас делать решение в своей жизни. Если вы находите себя именно таким человеком, который, я уже сказал, верю в Бога, знаю Его, искренне служу Ему, познаю Его святости и благость, и силу Его, тогда, знаете, у вас есть состояние, которое мы называем такое как бы безумен Христа ради. Некое такое безумство, в котором, когда вы даже не понимаете, что вы в этом живете, но вам очень, вам очень интересно быть среди людей, которые называются верующими. Вам интересно быть там, где есть, знаете, можно помочь, это больницы, это наркомана, которого нужно спасать. вам нравится быть честными, вам нравится быть в собрании, вам нравится поднимать руки, вы переживаете Бога. Всякие вещи, когда Он вам говорит, когда Он предупреждает вас, и вы благодарны при ситуации, которая сложилась, вы говорите, слава Богу, спасибо, отец, ты меня выбил из этой ситуации, хотя она была трудной, но сегодня я благодарю тебя. вы все благодарите, вся сущность ваша, она становится этим оазисом, крика к Богу, я тебя очень люблю, и что бы ни происходило в моей жизни, и что бы я ни делал, ты центр моего состояния, моей сущности. Куда бы я ни пошел, где бы я ни был, я буду себя чувствовать, я бегу на собрание, я бегу на молитву, я прихожу помочь людям, я иду служить прославление, детям, что бы я ни делал, оно меня восхищает, оно меня заряжает, и я нахожу жизнь в этом. Да, но не все так переживают. И у меня вопрос, где мы? Друзья, где мы? По всему миру, я обращаюсь к христианам, где мы? Как далеко мы ушли? Не просто веры, и знание, а познание его. Мои отношения с Татьяной, они познаются, до сих пор познаются. Познаются. Я, наверное, как наш любимый профессор, скоро 90 лет, 62 года в браке, и они все равно говорят, мы иногда ссоримся, но мы верны, мы любим друг друга. сколько бы ни было вашим отношениям с Богом лет. Послушайте, когда мы говорим ветхие, ветхие пути, они не ветхие пути, они мудрые пути. Обратиться к мудрости, обратиться туда, где вот мы черпаем эти отношения с Богом верности, что мешает мне и тебе остаться верным человеком, Богу. Что это такое? Знаете, когда я смотрю на все это, я вспоминаю царя Давида, который говорил свои чувства, Псалом 62, Боже, восклицательный знак. Когда восклицательный знак, это не называется, ой, Боже, Хух, Боже, Боже, а именно восклицание, Боже! Проснулись, слава Богу. Ты мой Бог. Ты не чей-то, ты мой Бог. Личные отношения, личные. Не говорится, ты наш Бог, Бог отцов наших. Ты еврейский Бог. Абсолютно. Давид говорит чувства, ты Бог мой. Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной, чтобы видеть силу твою, славу твою, как я видел тебя во святилище, ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхваляют тебя, как благословляю тебя в жизни моей. Так вине. Во имя Твоем вознесу руки мои, как туковь и лелеем насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют тебя уста мои, когда я вспоминаю о тебе, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи, ибо ты помощь моя в тени крыл твоих я возрадуюсь. Тебе прилепится душа моя, десница твоя поддерживает меня. Я скажу, почему я читаю это. Как эти вот чувства, это вот, во что ты одеваешь Бога, как ты о нем говоришь, отличается от того состояния, которое я уже говорил прежде. Я верю в Бога, но не знаю Его. От того, как я верю в Бога и знаю Его, но нет у меня глубоких и личных отношений с Ним. Когда нету личных и глубоких отношений с Ним, человек так не скажет. Услышьте меня. Насколько хорошо ты Его знаешь? Насколько хорошо ты Его знаешь? У меня такой вопрос. Можем ли мы сказать об этом так же? Как ты выражаешь имя Господа, Бога твоего, говорит о твоих отношениях с Ним? Знаете, чтобы понять, о чем я говорю, надо быть родителями либо ребенком. если наши дети о нас в нашем отсутствии говорят то, что они говорят о нас, говорит о наших отношениях с Ним, с Ними, с детьми. Как наши дети говорят о нас в присутствии своих одноклассников, сверстников на улице, будут отражать наши отношения с Ним. Если наши дети говорят, старики, там вообще, там, эти предки вообще, там, они вообще далеки, далеки, дебильные и так далее. Говорит о том, какие отношения у нас с Ними. Но как наши дети говорят о нас в наше отсутствие, говорят о том, что мой отец, знаешь, мой отец самый классный. У меня отец, который всегда придет мне на помощь. Знаете, когда мне было сложно, мой отец мой вытащил меня из тюрьмы. Когда мне было тяжело, он мне подал меня в руку и помог мне. Мама, которая не досыпала за меня, она молилась за меня. У меня самые классные, самые лучшие родители. Я бы не хотел других родителей говорить о том, какие отношения родителей у детей. Услышьте, о чем я говорю. Давид рисует имя Бога, он высказывает публично имя Бога и это говорит о его личных отношениях с Ним. Как мы с вами это делаем в его присутствии, когда вот мы собираемся вместе и в его отсутствии. Он не отсутствует, но там, где мы считаем, его нету. Как мы говорим о нем среди наших сверстников, там, где мы работаем, там, где мы кушаем, где мы отдыхаем, на пляже или на развлечении, куда бы вы ни ездили, как мы о нем говорим, слух? Кто он для нас? Если мы говорим, а, ну, бугор свыше, понятно. Ну, там какой-то дядька с бородой. Понятно. Они верят, что он есть. Там наверху тот тоже быть должен, правда? Или там Библию раз открыл, там фотография Иисуса. Да? Тоже понятно. Тоже понятно. Какие-то там иконки, что-то еще. Тоже понятно. Ну, отношения. Они верят в Бога, они знают о нем, да? А где глубже? Что отношения делают глубже? Я могу сказать очень просто. Если у меня телефон, и меня поднимут, там будет на той стороне звонка, на той трубке будет говорить, господин свянтек. Я сразу понимаю, что это агент, это может быть звонок от человека, которые меня не знают. Ему как бы, вот он рекламирует что-то, предлагает что-то, и так будет. Он говорит, господин свянтек. Понятно, что этот человек вообще обо мне ничего не знает. Но если приходит звонок, который пастор Валентин или Палентин Романович, да? Пастор Валентин, я понимаю, что человек знает обо мне, знает о нашей общине, знает, чем я занимаюсь, но на самом деле не знает меня как личность. Когда я слышу звонок, Ребе, или Валентин, да? Я знаю, что это наши люди, которые знают, приходят в общину, знают меня, мы общаемся, у нас есть какие-то взаимные отношения. Я понимаю, что с этими людьми мы еще пообщаться, пошутить, посмеяться. Есть вообще не люди, которые называют мне пап. С этим молодым человеком я молился, я его пеленки менял, вытаскивал его ситуацией. Он называет меня пап. Это их еще двое, кроме этого, которые здесь. Есть тот человек, который называет меня сынок, и я понимаю, что вопросов у задачи нету, да? Да, вот. Но есть еще одна, всего лишь одна личность, только одна личность в этом зале, которая называет меня Валь, Валя, Валик. и она знает меня лучше, чем даже моя мама. Мама, ты смотришь меня там без обид. Она знает меня так, как никто другой из вас не знает. Я говорю, отношения, которые строятся годами, и они другие совсем. Многие из нас в Боге долгое-долгое время. И знаете, мы с Богом разговариваем или общаемся без этих, знаете, вот, ну, не знаю, на каком уровне. Я говорю, что Бог нас живой, и Он ищет наших отношений. Где ты сегодня с Ним? На каком ты уровне с Ним? Веришь ли ты в Него и не знаешь? Веришь ли ты в Него, знаешь, но не имеешь отношений с Ним? Или же ты как, знаете, как в отношениях брака? И Ишуа говорит о том, что отношения Бога со своей общиной, это как отношения между мужем и женой. Тайна, которую, ну, как бы, нельзя описать. И эти интимные чувства, это чувство доверия, верности, что бы ни происходило, они открыли. Давид не был идеальным человеком, но то, как он описывает Бога, раскрывает его нужду и страсть по нему. Я понимаю, что мы все делаем ошибки, но вопрос сегодня, куда мы идем, где мы, что мы делаем в нашей жизни. Только, знаете, вот скажу сразу, что до моего крещения Духом Святым, я могу сказать, что я был христианским атеистом. Я ходил в церковь, я читал Библию, да, но я не имел этих глубоких отношений с ним. После крещения Духом Святым моя жизнь, она радикально изменилась настолько сильно, что, знаете, мне кажется иногда, что я чувствую, что Бог имеет на сегодняшний день сказать для людей. И для меня кажется, что я могу чувствовать дыхание Духа Святого, действия Духа Святого, я не говорю манипулировать, я говорю переживать эту вещь. И знаете, одну интересную такую вещь, ты понимаешь, что Бог и его сердце в данную ситуацию, я верю, что Бог хочет, чтобы народ его был свят и не порочен. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы поднялись на другой уровень жизни, вообще не по жизни уровня богатства, а отношения с Ним, личных взаимоотношений. Я знаете, переживая очень, не только за молодежь, за всех нас, Бог, Он имеет отношения, эти отношения делают нас близкими к Нему. Внезапно, когда мы переживаем Бога, мы делаем иногда ошибки, случайно делаем ошибки, но если мы ходим с Ним, если мы переживаем отношения с Ним, тогда мы понимаем, что делая ошибки, мы сделали преступление, мы бежим к Нему, мы раскаемся в этих ошибках, мы отворачиваемся от греха, который мы столкнулись, и просим прощения о Него. Более того, вам скажу, мы не просто просим прощения в тайне у Бога, потому что видеть Бога невозможно, но мы должны также, переживая, чувствуя на себе эту ношу, пойти к братьям или сестрам, которого мы обидели, которого мы делали им больно, даже если мы оскорбили им их словами своими, и ты увидишь, что сердце человека, оно ранено, или же его лицо изменилось, пойти сказать, слушай, прости, я, наверное, не так это сказал, не донес тебе, может быть, я был груб или неправ, послушайте, я говорю о том, что близкие отношения с Богом, они настолько тебя меняют, делают тебя чувствительными, что ты начинаешь видеть себя со стороны, твои действия, твои поступки, что ты делаешь, и я знаю, что мы, знаете, вот как эти, наверное, толстокозые слоны со временем становились настолько толстокожими, что мы не замечаем не то, куда мы идем, что мы делаем, кто нас обижает, для кого мы обижаем, нам все равно, но так не должно быть, потому что для тебя и за меня умер Христос, и Он не может относиться к тебе лучше, ко мне хуже, Он всех любит одинаково, но теперь наше отношение с Ним строится на том, как мы воспринимаем нашего Бога, если Писание говорит, если ты хочешь иметь отношение с Богом, то Его обязательно можно найти, ищущим Его, Он открывается. Самое великое желание Бога это то, чтобы ты и я познали Его, как Он познал нас. И у нас есть одна молитва, которая отделяет нас от мечты с Богом. Одна молитва искреннего, может быть, сердечного разговора с Ним, которая отделяет тебя от познания Бога, и это отношение с Ним. Если ты веришь, что Бог есть, но твоя жизнь без Бога, позови Его в свою жизнь. Позови сегодня. Это слово называется покаяние. И Он обязательно пойдет, придет в твою жизнь и изменит ее. Познай, насколько Он благ. если ты веришь и знаешь Бога, но тебя влекают и манят мирские тусовки и отношения, то тебе надо познать Бога как любящего Отца. Ты знаешь, что Он помогал тебе. Ты знаешь, что Он выходил тебе навстречу. В тот момент, когда ты пришел к Нему, познал Его, Он исцелил тебя, Он простил тебя. Больше Он делал чудеса твоей жизни, вот уже некоторое время, где тебя манит этот мир, и ты идешь на уступки. Когда тебя в тусовках спрашивают тебя, во что ты веришь, ты с очень таким ироничным словом говорит, верю в Бога, как и все остальные. Хотя спрашивают, куда ты ходишь, какую там церковь или общину, и ты с таким препятствием в своем сердце говоришь, ну как, нормально, в живую церковь хожу. Если ты стесняешься сказать, куда ты ходишь, где твой дом, где ты встречаешься с Богом, у тебя большие проблемы. Если ты боишься привести своих неверующих друзей, с которыми ты тусуешься в это место, ссылаясь на то, что ой, мои евреи, с которыми я тусуюсь, когда они придут сюда, они скажут, половину здесь хоя, что мне там делать с ними. У тебя проблема есть. Ты стесняешься вообще привести человека в дом Божий, познакомить его с Иисусом, с Иешуа, у тебя есть проблема. Когда тебя влечет развлечение, а дела общины, то, что происходит в общине, тебя не касаются, то есть кто-то другой сделает. Без меня справиться. Без меня будет евангелизировать, репетировать, с детьми работать, с молодежью там, домашней группы. Да кому это уже надо стареем, мы же современные, у вас есть проблема. У вас это настоящая проблема. Вы верите в Бога. Вы знали Его, то есть вы знали, что Он может делать, Он делал вам чудеса, но вы не пошли в познание Его. Я скажу, почему? Потому что познать Бога в размере вашей жизни невозможно. Его можно переживать каждый день. Его можно переживать через время, через отношения. И знаете, когда-то, когда я был молодым, мне в молитве у нас была большая группа молодежи пришла, и я молился, и они меня остановили. Говорят, слушай, ты молишься, как будто Бог твой друг. А я тогда еще не понимал, я понимал, что Он великий, царь, и так далее. Но почему-то мне так хотелось общаться с Ним как с другом. И вы, может, общаетесь так. Вы называете Его Целителем, Освободителем, Мессией, Том, кто обеспечивает, вышел вам навстречу, Хранитель. Вы называете Его, как называете. Да, это правильно. Насколько глубокие эти отношения во всей вашей жизни вы не сможете исчерпать насколько благ Господь. Не сможете. Но если вам доставляет удовольствие находиться в Доме Божьем, приводить людей, евангелизировать и ходить в домашние группы, вам доставляет удовольствие проводить на этой сцене часами, изучая песни новые, аккорды новые, работать с детьми, ездить на конференции, достигать и видеть наших детей возрастающих, потом становиться частью общины. Я скажу, у вас есть то, что называется отношения. Когда говорят о конференции, у вас аж захват и вы говорите, а я хочу послужить, я хочу что-то сделать. Я могу сказать, у вас все нормально. Но если то, что было раньше, я вам сказал, тусовки, дела, внезапно, посреди собрания звенит звонок и дело, которое можно отложить, перезвонить потом. Вы убегаете в этот холл, начинаете звонить, и там ничего, хотел спросить просто, выпустили что-то. Я вам скажу, у вас проблема есть. проблема. Знаете, какая проблема самая страшная? Можем тот день услышать, я никогда не знал тебя. Я боюсь этого. Честно, я боюсь таких попасть на тот суд. суд, я понимаю, только увижу его глаза, пойму, что я уже где я буду. Но внутри я переживаю, чтобы мое чувство с Богом не было фальшем для людей. Какой я дома, такой я в общине, такой я на улице. Знаете, я хочу быть одинаковым и верным Богу. Поэтому я назвал свою проповедь мессианский атеизм. Христианский атеизм. И сегодня много людей, которые верующие в Бога, верующие атеисты. Они верят, что Бог есть, а поступают как беззаконники, безбожники, думая, что никакого ответа перед Богом не нужно будет давать. Сегодня у нас клевопреломление. Подойдя к чаши, я хочу, чтобы вы подумали, где вы? Где вы сегодня? Вы верующий и не знающий Бога? Тогда все, что вам нужно сделать, пригласить Его в свою жизнь. И сказать, я хочу узнать тебя. Хочу, чтобы моя жизнь была другой. Я хочу жить тобой. Хочу вообще достичь небес. Если вы верующий, пережили с Ним встречу, в вашей жизни изменилось многое, но уже в притяжении нескольких лет, может быть, и десятки лет, вы просто приходите на собрание, вы просто дома читаете Библию, и вас не затрагивает то, что происходит вот в божественном состоянии. Я думаю, что нам нужно что-то делать с этим. Нам нужно что-то делать с этим. У меня нет рецепта. Если был бы у меня рецепт, доктор, я бы вам дал этот рецепт. Вы бы это сделали, завтра бы изменилась ваша жизнь. С этим что-то нужно делать. Библия говорит, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Призовите, и я отвечу. Сегодня у нас встреча. Это вот не просто маленькие стаканчики, сок, вино, мацо. Это встреча. И к ней нужно подойти сегодня весьма-весьма трепетно. трепетно. Мы сейчас встали в наши ноги. Библия говорит о том, что остановитесь на путях ваших. Рассмотрите пути древние. Они не старые, они мудрые. Найдешь покой в душе своей. Возьми за свое поведение, за свои слова, за твое внешнее состояние. Презентуй себя в этом мире как человек, который знает Бога, не только верит в Бог. и если те стороны твоей жизни, которые слабы, а мы все слабы, нужно изменить. Как я же читал, Давид говорит, Бог, ты мой Бог, от ранней зари буду искать тебя. Означало ли, что это в 4 часа нужно встать? Нет. когда проснулся и ты понимаешь, только Бог мог изменить твою жизнь. Я буду искать тебя. По тебе истомилась моя душа. почему? Потому что в этом мире мир он сухой. Он не может тебе дать ничего. В этом мире, когда ты даже увлекся, кажется хорошо все, но он не даст тебе удовлетворение, которое ты можешь найти в его присутствии. Нас, меня, вас не понимают, но только в его присутствии с его отношения с тобой можно изменить будущее и настоящее. С самых последних рядов можете подойти и взять чашу и хлеб. Для тех, кто прошли водное погружение, тех, кто уже совершил твилу, обещание служить Богу чистой совестью. Это наш шанс. Это наша возможность. это наша чаша поговорить с Богом и спросить Его, где я? Измени меня. Я хочу быть обзятел другой. Авинуши, башемая, милость, милость, милость сейчас. Бешеми, шамашихейна. conheшими, Бара. Слава. Субтитры создавал DimaTorzok